МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. Меня зовут Галина Титарчук. Смотрите прямо сейчас. ТКО и экология. Глава Чуваши принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Как культура влияет на бизнес? Чебоксарский культурный форум открыл деловую программу Дня Республики. Пейте, дети, молоко. В Бурнарском районе прошел конкурс машинного доения коров. Обращение с твердыми коммунальными отходами и экологическое оздоровление Волги. Эти темы сегодня обсудили в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. В конгресс-холл Тратау приехали главы регионов, представители Совета Федерации, федеральных министерств. В заседании принял участие и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Проблема загрязнения окружающей среды общая для всех. Экологическое равновесие важно как для крупных городов, так и небольших сельских поселений. Правительство России поставило перед регионами серьезную задачу внедрить новую систему обращения с ТКО. Но пока в ее организации есть немало вопросов. Наиболее чувствительным для населения вопросом является эффективное функционирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Малейший, даже незначительный сбой в ее работе вызывает часто острую реакцию населения и несет риски роста социальной напряженности. Поэтому формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами является одной из приоритетных задач, обозначенных главой государства. Решение этой задачи состоит в том числе и в ликвидации свалок и рекультивации территорий, на которых они находились. Так, в Чебоксарах рекультивация Пехтулинской свалки решила серьезную экологическую проблему с столицей республики. Важное место занимает и вторичная переработка мусора, в Чуши работает региональный оператор, занимающийся сбором и утилизацией отходов. Есть два мусоросортировочных полигона. Пока лишь 8% из всего объема отходов отправляются на вторичную переработку. Через три года планируется перерабатывать уже 30%. Регион округа в числе первых в стране включились в данную работу. С 1 мая 2018 года на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в пилотном режиме перешла республика Мордовия. 12 августа Саратовской области, с 1 октября Чувашская республика. Работы проводятся поэтапно, по тем мероприятиям, которые утверждены у нас в плане мероприятий. Мы закладывали средства в бюджете, заложены средства в проектах, основанных на инициативных граждан, около 200 миллионов рублей. Идет сейчас процедура заключения контрактов, благоустройство площадок для контейнеров, для того, чтобы к 1 сентября весь тот механизм у нас заработал. Не половинчато там, не временно, а на самом деле на системной основе вся эта работа должна быть налажена. Это во-первых. Во-вторых, мы постоянно отслеживаем по сборам, за сбор, утилизацию и перевозку твердых коммунальных отходов сегодня на уровне 70%, 30% не добираем. Конечно, это создает определенные проблемы. Поэтому здесь исполнительская дисциплина всех участников данного механизма должна быть налажена лучше. Плата за вывоз мусора в нашем регионе – одна из низких ПФО. При этом для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, предоставляется субсидия на оплату ТКО. В республике каждая третья семья пользуется данным видом поддержки. Что касается контейнерных площадок, сейчас в целом по Чувашии оборудовано более половины мест для сбора мусора. До 1 июля должны завершить обустройство остальных. На решение этой задачи аккумулируются средства бюджетов всех уровней. Из региональной казны выделено 87 миллионов на закупку недостающих контейнеров. Галина Титарчук, Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев. Республика из Уфы. Какую роль в развитии экономики играет культура и как влияет бизнес на ее развитие? Что такое маркетинг территории? Какова миссия волонтеров в сфере культуры? И чем готовь помочь бизнес? Где искать новые импульсы для диалога культур Японии и России? И ответы на эти и другие вопросы искали сегодня участники Чебоксарского культурного форума, который сегодня открыл деловую программу Дня Республики. Культурный фон – то, на что обращали внимание всегда, а сделали ставку лишь недавно. Причем с точки зрения развития экономики. Речь идет не только о культуре производства или о памятных местах, которые пригодны для развития туризма. Нельзя рассматривать культуру как отдельный, обособленный фактор развития. Для гармоничного развития государства важна совокупность всех факторов. Это и качественная медицина, достойное образование, безопасная среда и доступность к социальной инфраструктуре и многое другое. Все эти факторы формируют качество жизни, население, инвестиционную привлекательность региона. Сегодня инвесторы выбирают регионы с точки зрения благоприятности делового климата и культурной привлекательности. Некоторые эксперты склонны считать, без культуры вообще нет смысла развивать экономику. В России тоже говорят, что один раз лучше видеть, чем сто раз слушать. У нас тоже есть такая пословица. Поэтому вот моя задача, например, многих приглашить, японцев, ну, конечно, бизнесмены, их семьи, тогда они могут чувствовать, что возможно здесь делать, как это возможно делать. Любое знакомство с потенциальными партнерами начинается с презентации, в которой не последнее место отводится национально-культурному колориту, особенно с тем той или иной территории. И наоборот, приезжая в новый регион, мы обращаем внимание на визуальные проявления культуры. Чувашина гостей производит приятные впечатления. Душевно. Прямо вот с аэропорта вышел. Теплота не только, климат, а ребят, которые встретили. Двигались по улицам люди, неспешно двигающиеся, улыбающиеся. В этот город хочется приезжать. Культура должна развиваться в соответствии с запросами общества. Молодежь останется в регионе лишь в том случае, если сможет рассчитывать на образование соответствующего уровня и удовлетворение духовных потребностей. Повысить качество просветительских и развлекательных проектов призван нацпроект «Культура». Мы переходим на точные мероприятия с финальными результатами. Мы понимаем срок, когда мы должны достичь этих результатов. И в этом является, как раз таки, прорыв применения такой технологии, скажем так, проектного подхода. Экономический эффект культурных событий очевиден. Это увеличение туристического потока, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Наконец, желание высококвалифицированных специалистов работать и жить именно на этой территории. И в этом плане у регионов практически безграничные возможности. Дело лишь за интересными идеями. Очень хочется, чтобы вы нашли те новые точки развития, которые определят ваше будущее на несколько десятилетий поколений вперед. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие этому поможет. Просто в добрый путь. Елена Гальперина, Павел Иритков, Валерий Иридюков, Республика. Участники форума обсуждают развитие экономики на повестке, реализация инвестиционных проектов и экспортная поддержка. Руководители предприятий Чуваши встретились с японскими партнерами. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Предприятия и республики наращивают объемы продаж за рубеж. Лучшим экспортерам региона сегодня вручили награды. Развитие внешнеторговых связей – ключевая тема форума. Бизнесменам готовы помочь преодолеть границы и выйти на японские рынки. Здесь есть инициатива со стороны бизнеса, местного бизнеса, при поддержке государства, развивать себя как бизнес, но в глобальном контексте. Мне кажется, это очень интересно узнать, какие хорошие товары у вас сейчас производятся. И сразу вижу некоторые возможности развития бизнеса с иностранными компаниями. Пока это только диалог, но партнеры уже ставят друг перед другом конкретные цели. Со своей стороны будем просить о возможностях углубления сотрудничества, в том числе и через презентации нашей компании, в том числе и через взаимные визиты. Будем также просить их подсказать нам, какие японские компании, которые уже работают в России, могли бы использовать наши технологии, нашу чувашскую продукцию. То есть для нас это, в принципе, потенциальные заказчики. Их, как и любую другую иностранную компанию, интересует в первую очередь рынок. С другой стороны, их интересует емкость и глубина этого рынка. Ну и также логистические и другие вопросы. Есть интерес у них и территория, опережающая социально-экономическое развитие Канаш. Между республикой и страной восходящего солнца растет товарооборот. Перспективы двухстороннего взаимодействия глава региона и посол Японии в России обсудили на полях экономического форума в Петербурге. Вообще переговоры на высшем уровне проходят регулярно. В приоритете реализация совместных проектов. Такую задачу обозначил Михаил Игнатьев. Инвесторам дают зеленый свет. Для прорывных проектов нужны предприниматели, нужны умы, нужны современные производства. И вот с учетом визита посла Японии в России с делегацией, с предпринимательским сообществом, дает нам возможность найти контакты и перспективы, я уверен в том, что мы реализуем отдельные прорывные проекты для того, чтобы создать высокотехнологичное производство. От личных контактов начинаются всегда новые проекты, реализации этих проектов. И я уверен абсолютно в том, что мы с Японией еще выйдем на другой уровень взаимовыгодного сотрудничества. Делегацию страны восходящего солнца в республике принимали в прошлом году. Инвесторы заинтересованы в прямых поставках танк-контейнеров Маргаушского завода. Японские партнеры заключают долгосрочные контракты, отметил Ивау Ахаси. Мы должны, как сказать, упрять взаимное понимание. И что у вас есть спрос, что у нас есть спрос, мы должны найти общие факторы наших разных спросов. И только на основе такого понимания мы сможем начинать, как сказать, диалог на будущий бизнес. Улучшать качество дерева – это очень важно. Следующим шагом на пути к двухстороннему сотрудничеству должна стать и встреча на уровне бизнеса. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Чебоксарский культурный форум в столице Чувашии объединил представителей бизнеса и власти. В числе экспертов и гостей – деятели культуры и искусства Чувашии. Депутаты Госдумы, представители общественной палаты России. На пленарном заседании в качестве модератора выступил Николай Усков, редакционный директор журнала Forbes Russia. С ним на тему инвестиций в культуру побеседовала моя коллега Ирина Волкова. Смотрите интервью на нашем канале в 22 часа 45 минут. Сегодня 25-летие отмечает Государственный совет Чувашии. Депутатов первого созыва, нового тогда для республики высшего законодательного органа, избрали в 1994 году. Больше 25 лет назад началось формирование новой страны – Российской Федерации и, соответственно, новых органов государственной власти. На смену Верховному совету Чувашской АССР приходит Государственный совет Чувашской республики. Выборы первых депутатов Государственного совета назначили на 13 марта 1994 года. Однако сформировать парламент оказалось непросто. В 1994 год – это распад СССР, изменение социально-экономической формации, как мы говорим, безработица, безденежье. И люди разуверились, ну, в депутатах, надо прямо сказать, честно признаться, и никого ни во что не верили. И, соответственно, активность избирателей была очень низкой. Понадобилось 7 туров выборов, прежде чем свои места заняли 47 народных избранников, разных по личным и политическим взглядам, по возрасту и опыту. И 21 июня 1994 года Государственный совет республики приступил к исполнению своих конституционных полномочий. Документы первой сессии хранятся в Государственном архиве современной истории Чувашской республики. Первое и самое такое знаковое – это протокол заседания первой сессии Государственного совета Чувашской республики. Может быть, он не настолько большой, но он является весьма знаковым, потому что именно с этого момента началась деятельность первого созыва. Тогда был принят регламент первой сессии. За 25 лет работы парламентарии приняли около 2000 законов. Сформировали бюджетное и налоговое законодательство, нормативные акты в сфере государственного и муниципального управления, социальной сферы, экологии и жилищной политики. Первым председателем был Валентин Шурчанов. Особо хотел бы сказать сердечное спасибо Песниковой Венере Абдрахману. Она самая первая депутата в госсовете, которая разработала закон о социальной защите работников, занятых на производстве и уничтожении химического оружия. И благодаря этому федеральному закону он до сих пор действует. Законотворчество – процесс бесконечный и, наверное, будет идти, пока существует само общество. Так, даже в праздничный день Госсовет Чуваш и Зак Собраний Кировской области подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Основное направление – совершенствование законодательства. Здесь у вас, в республике, предваряется в жизни много программ, которые сегодня у нас, ну, как-то, может быть, пробуксовывают. Вот, если говорить, то, наверное, самая главная сегодня тема – это обращение с нашими бытовыми отходами. У вас, я уже был на этом сортировочном предприятии, которое есть на Вачебоксарске, поэтому здесь у нас есть возможность перенять этот опыт. Подписанное соглашение дает нам большие возможности по совершенствованию, прежде всего, законотворческой работы, по обмену опытом между парламентами нашей республики и Кировской области. А самое главное, наверное, это на уровне уже субъектов федерации выработать такие вот направления, такие вот проблемные вопросы, что можно решить уже на уровне и Государственной Думы и направлять наши вот предложения для того, чтобы они решались. В честь 25-летия Госсовет Чувашии провел конкурс на освещение деятельности депутатского корпуса. Первое место в номинации «Лучший телевизионный материал» получила съемочная группа нашего телеканала. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. 50 плюс. В Чувашии началась реализация программы профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. Делается в рамках национального проекта «Демография». Курс у нас называется «Копьютерная графика». Ну, для такого очень хорошего возраста, я считаю. Самое главное, чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься практикой. Слушателям этого курса немного за 50. У каждого есть специальности, профессия. Но теперь им предстоит освоить новую сферу. За полгода научиться работать в графическом редакторе, изучить такие дисциплины, как фирменный стиль и корпоративный дизайн, верстка, разработка и изготовление упаковок, понять, как с помощью ряда компьютерных программ оформлять разнообразные буклеты. Именно за этими знаниями пришла сюда преподаватель ЧГПУ имени Яковлева Наталья Смирнова. «На эти курсы я пришла для того, чтобы сделать, наверное, свои учебные пособия красочными, интересными, так как мне изучение графического дизайна необходимо для оформления обложек, для выполнения афиш». Вместо бесконечных лекций – реальная практика. Вместо зачета по билетам – демонстрационный экзамен, где списать точно не получится. Курс преподается по международным стандартам WorldSkills. Для слушателей это абсолютно бесплатно. «Обучать могут эту категорию людей только эксперты, сертифицированные эксперты или эксперты с правом проведения регионального чемпионата. Таковы как раз в нашем колледже есть». По итогам демонстрационного экзамена студенты получат скилл с паспорт, или так называемый паспорт навыков, сертификат актуальных профессиональных умений. Но самое главное, что каждый слушатель приобретет весомый багаж новых знаний. Образовательная программа продлится до 2024 года. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. Лучшие операторы машинного доения «Чуваши» соревновались в мастерстве. 19 работников в молочной отрасли и один билет на всех во всероссийский конкурс. Республиканский этап состоялся на Молдокосинской молочно-товарной ферме в Урнарском районе. В белых халатах и с рабочими инструментами в Урнарский район приехали лучшие операторы машинного доения со всей «Чувашии». 19 конкурсантов – победители муниципальных уровней. На кону – борьба за выход в российский финал, куда дважды выходила Екатерина Георгиева. Сегодня она не соревнуется, а дает мастер-класс по разборке и сборке доильного аппарата. Дальше стакан должен быть, чтобы на одинаковое количество вот этих выемок должен будет проверяться. С медовым доим 850 голов. Родители на ферме выросли. Когда маленькие были, с родителями вместе ходили на ферму. Животные понравились и осталось в селе доим коров. Руки помнят, говорят конкурсанты. Остается совладать с волнением, которое охватывало даже мужчин. В этом году в республиканский финал вышли двое доеров из Аликовского и Комсомольского районов. Впрочем, чьими бы ни были руки, от них зависит и самочувствие коровы, и даже вкус молока. Санитарный, гигиенетический, там все условия, если выполнять как надо, корова все равно будет здоровой. Молоко тоже качество хорошее будет. Все от этого зависит. Многое зависит даже. Испытания практикой продолжились в доильном зале молочно-товарной фермы. Жюри обращали внимание на соблюдение всех правил доения и на время выполнения задания. Профессионалы должны быть подкованы и практически, и теоретически. Участники республиканских конкурсов должны показать знания теоретических вопросов. Вопросов анатомии, физиологии доения, технологии производства молока и охраны труда. Более 94 баллов больше всех набрала Наталья Ярастова из Янтиковского района. Ей предстоит уже в августе защищать честь республики на всероссийских соревнованиях в Башкирии. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Сегодня в Ленинском районном суде столицы огласили приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы города Чебоксары Ирины Клементьевой. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что с 2011 по 2017 годы Клементьева, являясь генеральным директором этой страховой компании, совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением веренного ей имущества. В частности, установлены факты растраты имущества возглавляемой компании, выразившейся в выплате заработной платы лицам, фактически работавшим в частной медицинской организации, учредителем которой являлся ее муж, а также оплате услуг, оказанным этой фирме третьими лицами. Кроме того, Клементьева передала указанной медицинской организации безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование по явно заниженной стоимости. Материалами дела также установлено, что она оплатила за счет средств возглавляемой организации свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании. Война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат. В местах боевых сражений поисковые отряды проводят вахты памяти. Бойцы Северо-Западного федерального округа нашли на месте раскопок останки неизвестного солдата. По смертному медальону они и узнали, что это красноармеец Василий Трофимов – наш земляк. Спустя 75 лет Василий Трофимов вернулся с поля боя на родную землю. Все это время семья считала его без вести пропавшим. Он ушел на фронт в 21 год. Воевал на территории Украины, в районе Житомира. Там его и нашли поисковики. Солдаты возвращаются на родину благодаря российскому общественному движению «Дорога домой». Уековечение памяти героев – это святое дело для каждого гражданина. И то, что наш земляк сегодня находит себе место и будет захоронен на родной земле, для нас это знаковое событие, большое событие. Теперь останки красноармейца покоятся на аллее ветеранов. Захоронили нашего героя, как и полагается, с воинскими почестями. Еще в начале мая в рамках Всероссийской патриотической акции почти 700 жителей республики приняли участие в диктанте победы. Итоги стали известны сегодня. Вопросы, на которые отвечали участники, были связаны с героическими страницами истории нашей страны. Диктант победы представлял собой тест с 20 заданий. На выполнение было выделено 45 минут. В числе организаторов – патриотическая акция, российское военно-историческое общество и другие общественные фонды организации. Всего в диктанте победы приняли участие почти 700 человек – старшеклассники, студенты вузов и колледжей, жители республики. Итоги акции подвели сегодня. Лучших наградили. Закончен еще один важный проект. Теперь в регионе есть интерактивная карта «Воинская память Чувашской республики». Создать ее помогли студенты и представители молодежных организаций. На ней все мемориальные объекты, существующие на нашей территории. Сегодня в Чебоксарах начала работу 26-я межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Сюжет об одном из участников выставки смотрите далее. А я напоминаю, впереди три выходных дня. Проведите их весело и интересно. День республики вы сможете увидеть в прямом эфире на национальном телевидении Чувашии. 23 июня с 11 до 13 часов телевизионный мост из села Старые Айбеси. Вы станете непосредственным участником ярких праздничных событий в Алатарском районе. От 24 июня прямые включения с Красной площади в столице Чувашии. С 14 до 16 часов Всечувашский праздник Агадуй. С 18 до 23 часов гала-концерт фестиваля «Родники России». Награждение победителей конкурса «Русь мастеровая». Шоу победителей международного фестиваля фейерверков. До встречи в эфире уже завтра. Нужно поправить здоровье. Как часто вы себе это говорите? Постоянные дела, нехватка свободного времени. Вам это знакомо? Санаторий Чувашия курорт – то, что нужно. Вам не придется ехать за город и бросать повседневные занятия. Здравница находится в северо-западном районе Чебоксарх. Уникальной особенностью этой здравницы является грязь. Грязь сопропеливая, которую мы добываем из озера Кагояр. Оно расположено в экологически чистом районе Заволжья. Следующая особенность нашей грязелечебницы является высокомнерализированная вода, которую мы добываем из собственной скважины. Которая расположена на глубине 800 метров. Санаторий предлагает широкий спектр раздоровительных услуг. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистый, нервный систем, кожных заболеваний, органов дыхания и пищеварения. На выставке регионы сотрудничества без границ некоторые процедуры можно было попробовать. Я приехал сюда из Саратова и увидел на выставке вот этот замечательный уголок жемчужины Чувашии. На самом деле это жемчужины Чувашии. Та техника, которая позволяет нам вновь быть здоровыми. Ну это чудо. Зачем ездить на юг, когда здесь все это есть? В августе этого года санаторию исполняется 35 лет. В 2016-м здесь прошла реновация. Отремонтировали номера и лечебное отделение. Закупили новое оборудование. Все это в комплексе позволит не только сохранить здоровье, но и укрепить здоровье. И вообще на сегодняшний момент основой для укрепления и сохранения здоровья являются все-таки не медикаментозные методы лечения. Это использование природных факторов. И все эти факторы есть у нас в санатории Чувашия Курорт. Еще один плюс. Санаторий работает с 8 утра и до 8 вечера. Полечиться можно до или после работы. В грязи лечебницы действуют акции. Для пенсионеров 10-дневное лечение, питание и проживание обойдется всего в 15 900 рублей. Для школьников во время каникул работают спецпредложения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова